Всем здравствуйте! Сегодня мы будем учиться писать изложение. Изложение – это письменный пересказ текста. Для того, чтобы написать правильное изложение, нужно пользоваться памяткой. Вспомним её. Нужно прочитать или послушать рассказ. После этого ответить на вопросы по тексту. Записать варианты своего заголовка. Помимо того, который есть в тексте. Подумать, на какие части можно разделить весь рассказ и дать им название. Придумать заголовки. Эти заголовки и будут план. Составить план. Рассказать по плану. Послушать товарищей. Написать изложение. Проверить, ясно ли передали мысли. Нет ли неоправданных повторов одного и того же слова. Все ли слова употреблены удачно. Не нужно забывать про грамотность. И, конечно же, проверить знаки припинания. Давайте приступим к написанию изложения. Послушайте текст. Зимой море замерзло. Рыбаки собрались на лед ловить рыбу. Поехал и рыбак Андрей. Он взял с собой сынишку Володю. Рыбаки наловили рыбы и решили заночевать на льдине. Ночью поднялся сильный ветер. Льдина с людьми откололась и понеслась в открытое море. Волны заливали льдину. Рыбаки и маленький мальчик не падали духом. Утром рыбаки заметили самолет. Они стали кричать и махать шапками. Вскоре пришел пароход. Людей спасли. По рассказу Бориса Житкова. А теперь ответим на вопросы. Кто поехал на зимнюю рыбалку? На зимнюю рыбалку поехали рыбаки ловить рыбу. И поехал рыбак Андрей. Он взял с собой сынишку Володю. Что произошло ночью? Ночью поднялся сильный ветер. Льдина с людьми откололась и понеслась в открытое море. Волны заливали льдину. Как повели себя люди, оказавшись в беде? Рыбаки и маленький мальчик не падали духом. Как им удалось спастись? Утром рыбаки заметили самолет. Они стали кричать и махать шапками. Вскоре пришел пароход. Людей спасли. Как вы думаете, разумным ли было решение ночевать на льдине? Напишите мне об этом в комментариях. А сейчас прочитайте текст. Прочитаем текст вместе. Зимой море замерзло. Рыбаки собрались на лед ловить рыбу. Поехал и рыбак Андрей. Он взял с собой сынишку Володю. Рыбаки наловили рыбы и решили заночевать на льдине. Ночью поднялся сильный ветер. Льдина с людьми откололась и понеслась в открытое море. Волны заливали льдину. Рыбаки и маленький мальчик не падали духом. Утром рыбаки заметили самолет. Они стали кричать и махать шапками. Вскоре пришел пароход. Людей спасли. Попробуйте пересказать этот текст. Подумайте, на какие части можно разделить этот рассказ. С чего все началось, как продолжалось и чем закончилось. Разделите этот текст на абзацы. Когда будете писать изложение, не забывайте, что каждый абзац пишется с красной строки. Придумайте заголовки каждому абзацу и составьте план. Запишите в тетради изложение, свой вариант заголовка или тот, который дан в тексте, на льдине, слово «план» и подумайте, как можно озаглавить каждые части. Кто затрудняется, может воспользоваться следующим планом. Первая часть. В первой части речь идет о зимней рыбалке. Вторая часть. Ночное происшествие. И в третьей части говорилось о том, как люди спаслись. Спасение людей. Обратите внимание, что с правой стороны записаны опорные слова. Прочитаем их. Замерзло. Собрались. Заночевать. Поднялся. Откололось. Волны. Не падали духом. Заметили. И стали кричать. Что замерзло? Зимой море замерзло. Кто собрался на лед? Рыбаки собрались на лед ловить рыбу. Заночевать. Рыбаки наловили рыбы и решили заночевать на льдине. Поднялся. Ночью поднялся сильный ветер. Откололось. Льдина с людьми откололась и понеслась в открытое море. Волны. Волны заливали льдину. Не падали духом. Рыбаки и маленький мальчик не падали духом. Заметили. Утром рыбаки заметили самолет. Стали кричать. Они стали кричать и махать шапками. Обратите внимание, что при помощи опорных слов можно рассказать весь текст. Запишите эти слова. Они вам пригодятся, когда вы будете писать само изложение. Также обратите внимание на слова для справок. Как пишется слово? А сейчас проведем орфографическую и лексическую подготовку для того, чтобы грамотно написать изложение. Орфографическая подготовка. Нужно подобрать проверочные слова и вставить пропущенные буквы. Зимой. Орфограмма безударный гласный в корне слова. Проверочное слово зимы. Мы изменили слово так, чтобы безударный гласный стал ударный. Орфограмма в корне. Здесь орфограмма парный согласный в корне слова. Чтобы проверить парный согласный, нужно изменить это слово или подобрать однокоренное так, чтобы после согласного стоял гласный. Например, шапочка. Спасли. Собрались. Заночевать. Понеслась. Самолет. Махать. Пароход. Обратите внимание, что две орфограммы. Первая орфограмма в первом корне пар. А вторая орфограмма парный согласный. Во втором корне ход. Ходить. Запишите в тетрадь. Обозначьте орфограмму. Если не успеваете, поставьте ролик на паузу. Далее. Нужно раскрыть скобки. Обратите внимание, в скобках написано или приставка, или предлог. Здесь важно помнить, что приставки со словами пишутся слитно. И приставка – это часть слова, которая служит для образования нового слова. А предлог – это служебная часть речи, служит для связи слов-предложений. Между предлогом и словом можно вставить другое слово. Замёрзла – это приставка. С собой – это предлог. Запишите все слова. Приставку выделите. Предлоги обведите в кружок. Следующее задание. Объясните правописание приставок. Замёрзла. Собрались. Поехал. Наловили. Заночевать. Открытое. Заметили. Какие буквы нужно писать в приставке? Замёрзла. Буква А. Собрались. Буква О. Поехал. Буква О. Наловили. Буква А. Заночевать. Буква А. Открытое. Буква О. Заметили. Буква А. Напишите эти слова. Выделите приставки. Буквы подчеркните. Спешите слово ночью. В этом слове орфограмма. Разделительный мягкий знак. Разделяется гласный от гласного. Подчеркните. Следующее задание. Спешите слово «решили». Выделите орфограмму «ши». «Ши» пиши с буквой «и». Следующее задание. Вы пишите из текста имена собственные. Не забывайте, что имена собственные пишутся с большой буквы. Прочитайте трудные слова по слогам. Обратите внимание на них, когда будете писать изложения. Все слова мы писали, кроме слова «вскоре». Запишите его. Далее проведем лексическую подготовку. Нужно подобрать синонимы к словам. Замерзнуть, кричать, отколоться. Синонимы – это слова, близкие, по смыслу. Какими словами можно заменить слово «замерзнуть», как по-другому сказать? Кричать, отколоться. Запишите несколько вариантов. Если вам сложно подобрать синонимы, пользуйтесь словарями. Есть в словаре синонимов, антонимов. А чтобы объяснить значение слова, нужно воспользоваться толковым словарем. А теперь нужно подобрать антонимы. Антонимы – это слова, противоположные по смыслу. Падать и спасти. Запишите парой. Объясните значение слова «заночевать». Что это значит? А как по-другому можно сказать? Рыбаки и маленький мальчик не падали духом. Каким другим предложением можно заменить это предложение? Запишите его. Прочитаем текст еще раз. Зимой море замерзло. Рыбаки собрались на лед ловить рыбу. Поехал и рыбак Андрей. Он взял с собой сынишку Володю. Рыбаки наловили рыбы и решили заночевать на льдине. Ночью поднялся сильный ветер. Льдина с людьми откололась и понеслась в открытое море. Волны заливали льдину. Рыбаки и маленький мальчик не падали духом. Утром рыбаки заметили самолет. Они стали кричать и махать шапками. Вскоре пришел пароход. Людей спасли. Попробуйте еще раз рассказать этот текст. Пользуясь планом, тем, который вы составили, или тем, который есть на слайде, пользуясь опорными словами и словами для справок, не забывая, что каждый абзац нужно писать с красной строки, запишите изложение.